Всем доброго времени суток! Вы на канале разгоняем алкопоезд, демус на проводе, и наш состав сегодня разгонится перцовкой. Давненько на обзорах не было перцовки, мне прям захотелось чего-нибудь этакого. Итак, погнали! Значит, ладога, настойка горькая, перцовочка, то есть у нас перцовка, так скажем, с одноименным названием. Значит, далее с медом, натуральный продукт. При изготовлении используются только натуральные компоненты, пол-литра и крепость 35, что очень даже интересно. Честно говоря, вообще первый раз сталкиваюсь с перцовкой именно 35. И внизу здесь вот прям для полиглотов у нас на английском написано перцовочка. Сразу вспоминаю Шварценеггера, когда хулиганы, вот что-то такое. Значит, идем по составу. Значит, состав здесь для зорких соколов, мягко говоря. Ой, ё-моёй. Значит, состав. Вода питьевая исправленная, спирт люкс, зерновой. Настой перца красного стручкового, настой корицы, гвоздики и тмина, мед натуральный, сахарный колер и перец стручковой, который у нас здесь есть. Здесь у нас вот такая вот перчинка плавает. Перчинка такая, не очень яркая, какая-то жухловато. Ладно, давайте открывать. До завтра нет. Куда бы его брать, чтобы... Ну, вот в запахе особо ничего постороннего не чувствуешь, что не может не радовать. Да и в составе там особой херобазы я не увидел, поэтому давайте пробовать. Пить вредно, жить страшно и все мы там будем. Перцовочка. Какая-то детская перцовка. Не, ну, наверное, конечно, ожидаемо, что у нас все-таки 35 градусов. Как я не знаю. Мне терзают смутные сомнения. Как будто перцовка на лайтах. Перцовка на лайтах. Вот я даже не знаю. Ну, понятно, 35 градусов. В принципе, там должно быть не сильно этот... Ну, а что, со вкусом-то так? Не, мы сравним обязательно с урожайкой. Она-то у меня еще осталась. Мягко заходит. Заходит мягко. Во вкусе ничего, в принципе, супер постороннего нет. Но и вкуса этого не так уж и много. Что вот кому-то, конечно, понравится, кому-то нет. Мне бы хотелось, наверное, чтобы она была бы понасыщеннее. Я не скажу позлее, но понасыщеннее. Потому что, ну да, ты чувствуешь перчик. Женя очень-очень маленькая на самом деле. То есть, ты выпил, раз, она так быстренько все улетела. Как-то даже странновато. Не знаю, может, я привык. Там вот последние перцовки какие-то более злобноватые были. Ну, странно. Вот одно слово. Ладно, давайте. Лайки там, подписчики, комментарии. Все, как обычно. Сами знаете. За вас, друзья. Слушайте, вот мне здесь не хватает вкуса. Мне не хватает остроты. Хотя я как бы не самый большой любитель всего супер острого. Но даже для меня она не острая нифига. Кстати, хотел вам рассказать про канал Кондратья Хватит. Там автор делает всякие безумные эксперименты с алкоголем. И, что немаловажно, все это приправляет большой долей юмора. Ссылочку на канал Кондратья Хватит я оставлю в закрепленном комменте. Поэтому зайдите, полюбопытствуйте. Ну, а мы продолжаем. Блин, я себе немножко руку повредил. Поэтому я как-то так не очень уверенно наливаю. Так, ладно, давайте продолжим. Ах, аж стреляет. Может, старость уже. По поводу помидоров. Купил, короче, в пятерке на пробу. Значит, по красной цене вот такое вот ведро этих помидорчиков. И был прям приятно удивлен. Во-первых, как бы недорого стоят. И они очень вкусные. Действительно такие классные бочковые такие помидорища. Вот опять же, вот эта вот линейка, красная цена. Насколько вот большая корреляция. То купишь какую-нибудь фигню вообще натуральную. То действительно что-то стоящее. Так, я перцовочек еще бахну. Вот по поводу этой перцовки у меня в голове вот сидит такая мысль, что она бы неплохо зашла барышне. Если вы там решили, допустим, полечить от простуды вашу там жену, девушку. Вот мне кажется, она бы не кривилась вообще. Многие не любят же перцовки. Потому что и остренькая, и довольно-таки не всегда мягко это заходит. Вот здесь это все мягко заходит. Ну, блин, не знаю. Вот по вкусу, как вот действительно для меня, это как взяли перцовку, на две части распотронили. Эй, блин, рука. Но. Надо дать должное. Вкус у него. Ну, маленький взгляд. Вкус, который лично, на мой взгляд, здесь маленький. Вот там ничего лишнего нет. И вот этот чистый вкус у перцовки, в принципе, очень даже актуален. Потому что многие производители добавляют в свои перцовки, ну, такую бомжи гниль. Ну, все подряд туда идет. Зачем? Вы что из перцовки пытаетесь делать? Вот здесь действительно вкус, перчик. Немножко там чувствуется, немножко, немножко сладости. И особо вот сильно вот этих вот там добавочек не ощущается. Как-то так. Давайте еще. И будем сравнивать. Ай. Кстати, как вы там выходите из режима-то самоликвидации? Я ж тут на стриме, значит, радостно рассказываю, что у нас область чуть ли не впереди планеты всей, значит, что скоро заживем. Ага, болтик. Вот такой вот подлещик пришел. Второй этап самоликвидации у нас отменили. Короче, называется «Здрасте, я Настя, куда ложиться?». А я же думал, поеду на этой неделе на природу, ну, может, все-таки удастся, конечно, выехать. Думал, на природе что-нибудь снять. Угу, снял. Давайте еще. На этой грустной ноте, так скажем. Вот перцовка на лайтах. Вот не больше, не меньше. Она мягче, чем перцовка деревеньки. Она, не знаю, мне кажется, она мягче, наверное, чем практически все перцовки, которые я пробовал. Поэтому, если вы там не любите какую-то адовую перцовку, я думаю, она вам понравится. Но вот лично для меня это все-таки как-то маловато. Ну, я же говорю только свое мнение. Другого я сказать не могу. Давайте теперь сравним. Магия монтажей появляется, естественно, урожай. Потому что с чем же еще сравнивать? Ну, тут и без сравнения, как бы к гадалке не ходи, это будет гораздо мягче. Но вот мне больше интересно понять, какая между ними пропасть. Огромнейшая или все-таки, как бы, так сказать, досягаемая. Значит, давайте урожай. Тут все еще живет урожаечка. Ай, рука, моя рука. Урожай. Ну, я не могу сказать, что это прямо будет 100% перцовка номер один для меня. Но, по крайней мере, будет либо на первом, либо на втором месте сейчас. Я все мечтаю сделать тот перцовок, но руки не доходят. Значит, давайте. Вот даже по запаху урожая больше отдает перцам. Вот в запахе урожайки, как-то вот так, в сравнении, опять же, больше остроты. Что тебе сразу настраивает уже на такой серьезный лад. Давайте сначала ладогу. Я, кстати, не сказал, что производитель ладога. Груб. Кстати, вот от нее какого-то жара-то нет. Вот для меня перцовка – это все-таки то, что тебя должно как-то так немножко раздраконить изнутри. Ну, здесь так сидишь, ты спокойненько попиваешь. Ничего тут, пот не течет градом. Внутренний жар не пробуждается. Давайте теперь на контрасте урожайка. Ох, 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 ох. Вот две параллельные реальности. Здесь сразу чувствую, что это была перцовка. С мощнейшим вкусом. Я не знаю, пока перцовки более такой ураганной, чем урожайка. Опять же, кто знает, напишите в комментариях. Будем искать. И вот если вот так вот их сравнить, то урожай, наверное, по вкусу в раза как минимум три мощнее вот этой вот перцовочки. О чем это говорит? О том, что на, естественно, эту перцовку найдет свой любитель. Опять же, если вам не нравится что-то мощное, вот это выбор. Или там, действительно, там, барышню какую-нибудь подлечить. Вот это вот действительно, да. Но лично для меня будет гораздо лучше вот эта урожайка, чем Ладога. Очередная магия монтажа и урожайка нас покинула. Вот сегодняшнее видео можно будет называть полноценно тысяча и одна склейка. Ну, бывает. Я сегодня то у кота швейцаром работаю, то у меня тут все валится, сыпется. Бывает. По ценнику. Значит, текст. Покупал я сию перцовку в магните. Значит, это было, это было, это было где-то месяц назад. Это был где-то апрель. Значит, настолько горькая перцовка с медом. 280 рублей. 280 рублей. То есть, это ценник, опять же, урожайки. Думайте. Думайте, друзья. Кстати, вот наглядное подтверждение, о чем мы говорили на стриме, за донаты, которые огромнейшее еще раз спасибо, которое вы меня перечисляли. Я уже приобрел и хортицу, и дикий мед. Так что все это будет. Давайте, друзья, еще раз огромнейшее спасибо за ваше пожертвование. Все конвертируется в реагенты. А теперь по итогам. Как это не странно, я думаю, будет больше минусов в этих итогах, но, по-моему, будет больше плюсов. И сейчас я расскажу, почему. Итак, значит, перцовка, ладога, перцовочка. Начнем с плюсов. Значит, 35 градусов зайдет барышня. Однозначно. Значит, вкус у нее действительно более-менее классической перцовки. Без какого-то ада трэша, без аптеки, без непонятных каких-то добавок, когда ты реально не понимаешь, ты что вообще купил? Заходит она достаточно мягкая, стоит, в принципе, не так уж и дорого. Вот сколько плюсов. Но давайте теперь о минусах. Вот, лично для меня, вот этот вкус, который действительно, ну, я бы сказал, более-менее классический. Ну, чего же его так мало-то, а? Ну, чего же его так мало, как будто вот на два урезали. Я бы хотел больше вкуса, может быть, и не 35 сделать, а побольше градусов. И чтобы это была действительно перцовка, чтобы был эффект, именно который ты ждешь от перцовки. Чтобы тебе хотелось вот так вот лоб потом протереть, чтобы ты чувствовал жар от нее. Вот, вот что я хочу от перцовки. Здесь я этого не получил. Поэтому, ну, не знаю, вот, все-таки плюсов тогда хрена, ну, пусть будет трояк. Вот трояк пусть будет и все. Ну, а вы уж, конечно, выводы делаете сами. Нечего меня слушать. Друзья, за вас и до скорого. Друзья, за вас и до скорого. Продолжение следует...